Без ложной скромности хочу сказать, что мне сегодня невероятно повезло. Так как все посетители пытаются ознакомиться абсолютно со всеми компаниями, которые представляют свои услуги на выставке, я должен сказать, что эти компании приходят ко мне самостоятельно и не с пустыми руками. Позвольте представить наших гостей. Это Яна и Алена, группа компании Кабош. И, Яна, вы пришли с кусочком, с большим кусочком сыра. С головой, даже с головой. Расскажите о своем бизнесе. Да, значит, мы агрохолдинг полного цикла, группа компании Кабош. Значит, вот вы видите перед собой сейчас голову, да, голову сыра. Это Гранде Фортеца, 36 месяцев созревания. Вообще у нас в агрохолдинге более 20 сортов сыра. Но пришли мы с этим, потому что это поистине наша гордость. И что я хочу сказать, что вот для того, чтобы получить качественный, честный, натуральный сыр, это был путь для группы компании Кабош длиной в 15 лет. Что нужно сделать для того, чтобы открыть свой агрохолдинг? Это очень правильный вопрос, потому что для того, чтобы начать производить сыр, мы построили агрохолдинг полного цикла. То есть что мы сделали? Мы привезли галштино-фрийскую породу коров из Австралии. Мы сами выращиваем корма, то есть у нас собственная кормозаготовка. Потому что то от того, насколько качественно будет питаться корова, зависит то, насколько качественное вы получите молоко. А молоко, это качественное сыропригодное молоко, это залог качества сыра. По-другому никак нельзя, да? Вот сейчас импортозамещение как бы полным ходом, да? Пытаются российские производители как-то импортозаместить сыры, которые попали под эмбарго, да? Так вот, вот такие сыры заместить за короткий срок не получится. У нас это получилось, потому что мы шли к этому с 2009 года. И все сделали самостоятельно, прошли этот путь от начала до конца? Вот действительно это так. То есть у нас контроль цикла на каждом этапе. Кроме авторских сыров, вот как Гранда Фортеция, Перла Делата, Маэстро Батиста, у нас есть еще классическое собрание сыров. Вот вы можете посмотреть, как они выглядят. Это только то, что мы смогли к вам донести, да? Приходите на наш стенд. Я вижу, что у вас только четыре руки, и представляю, сколько весит эта голова. Обратите внимание, что на каждой упаковке сыра у нас написано «Сыры терпеливого созревания». И вот наш логотип – Кабош. И отпечаток пальца. Этим мы, во-первых, сыры терпеливого созревания, у нас каждый сорт созревает столько, сколько это нужно по традиционной технологии производства того или иного сыра. У нас, кстати говоря, в компании правила – технолог по родине сыра. Итальянец варит итальянские сыры, голландец – голландец, швейцарец – швейцарский и так далее. Вот поэтому мы отвечаем. Мы честны перед нашим потребителем, верны своим принципам. Поэтому группа компании Кабош – это залог качества и знак равенства. Настоящий сыр в России есть. Я хочу сказать, что мне удалось выяснить инсайдерскую информацию. Для того, чтобы быть держателем агрохолдинга, необходимо иметь 20 тысяч голов, для того, чтобы у нас была возможность наслаждаться вкусным сыром. Так вот, от себя и от компании Метро и от Метроэкспо я хочу пожелать, чтобы за несколько лет вы увеличились от 20 тысяч до 120 тысяч. Пусть ваш сыр кушают все. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего бизнеса, а нам вкусной дегустации.